Уважаемые делегаты и гости съезда, позади отчетный период, начало которому отмерил 15-й съезд партии. Наступает время подвести итоги работы за 4 года и наметить новые рубежи. Свой 17-й съезд мы проводим в год столетия Великого Октября. История человечества знает немало крупных событий, но только некоторые из них меняют ход развития всего мира. Пролетарская революция в России решительно изменила лицо планеты. Она спасла нашу страну от капиталистического гнета и государственного распада, направила ее на путь социализма. Эпоха социалистического созидания с золотыми буквами вписана в биографию нашей отчизны. Уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации позволил за два десятилетия нарастить промышленный потенциал страны в 70 раз. Это были невиданные в мировой истории темпы развития. Юбилей Великой Революции – прекрасная возможность поднять на щит достижения социализма, показать альтернативу всевластью капитала, мобилизовать силы на борьбу за торжество самых светлых идеалов трудового народа. Мир сегодня погружен в глубочайший системный кризис. Он порождает нестабильность и грозит новой мировой войной. Мы все это ощущаем. Такова суть современного этапа капитализма. Родовые пороки этой системы приняли сегодня всемирный характер. Кризис – неотъемлемый черта капиталистической экономики. За свою историю капитализм породил немало кризисов. Нынешний длится уже почти десятилетия. Он стал сильнейшим со времен Великой депрессии в США. И поразил не какие-то отдельные сектора, а всю систему вместе. Нынешний кризис – прямое порождение неолиберализма. Капитал все более уходит от материального производства. Он проводит ревизию идей социального государства, отбрасывает остатки демократии и прав человека, жестко утверждает свое классовое и даже кастовое господство. Согласно докладу Международного объединения «Оксфам», 1% населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99% жителей Земли. С 2000 по 2016 год количество миллиардеров, вдумайтесь, выросло в 6 раз до 1810. В то время свыше миллиарда землян живут в состоянии крайней нищеты, обогащение богатых, обнищение бедных прямо связаны между собой. В ходе последнего кризиса нижние слои разорялись, теряли работу и жилье, банки и корпорации, получали многомиллиардную помощь от правительства, которые превратились в простых приказчиков крупного бизнеса. Паразитическая суть мирового капитала не исчезнет без уничтожения капитализма. Ради прибыли олигархи пускают ход все – усиление эксплуатации финансовой спекуляции, развязывание новых войн и уничтожение целых государств. КПРФ так определяет основные признаки современного капитализма. Это глобализм как высшая форма империализма, углубление мирового экономического кризиса, повсеместное наступление капитала на права трудящихся, усиление агрессивности империализма, рост угрозы большой войны, все более откровенная ставка финансовой олигархии на самые реакционные силы. Жизнь подтвердила правильность сделанной нами анализа на 15-м съезде. Во-первых, империализм усиленно провоцирует в разных странах внутренние конфликты, среди них Ирак, Ливия, Сирия. Во-вторых, в центрах мирового капитала поощряется крен права. Даже европейская социал-демократия перешла с пацифистских позиций на агрессивно-империалистические. В-третьих, налицо выход правых сил и даже фашизма на передовую линию с защитой капиталистического жизнеустройства. На Украине сценарий прихода к власти крайне правых уже реализован. Установлен реакционный террористический режим националистов. Устраиваются гонения на коммунистов и всех инакомыслящих. Про разглашение Донецкой и Луганской народных республик явилось закономерной реакцией миллионов честных и мужественных граждан, людей, которые стали на защиту своей совести и своего достоинства. Сегодня КПРФ на съезде вновь заявляет Донбасс, мы с тобой, мы за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик за их дальнейшее сближение с Россией. Знаковым событием стало решение народа Крыма о воссоединении с Россией. Одновременно оно показало, что мировой капитал не намерен терпеть попыток нашей страны защищать свои рубежи и интересы. Обвинив Россию в агрессии, Североатлантический альянс усилил милитаризацию всей Восточной Европы. Боевые кулаки НАТО размещены в Польше, Румынии, Прибалтике, в Альянс тянули и Черногорию. Разворачивается предсказанный Лениным процесс загнивания империализма. Крепче стала связь мирового капитала с религиозным экстремизмом. США и их сателлиты оказывают поддержку таким бесчеловечным по своей жестокости группировкам, как Дзебхат, Аннусра и ИГИЛ в апреле американской военщины едва не развязала войну на Корейском полуострове. В Латинской Америке капитал продолжает борьбу против социализма 21 века. Под его знамена встали Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа. Против них в ход идет все, и санкции, и угроза вторжений, и финансовые подрывные действия правой оппозиции. Но в Венесуэле не удается сместить Николаса Мадуро, преемника легендарного Уга Чавеса. Вот уже почти 60 лет движется по пути социализма Куба. В конце прошлого года мир понес тяжелую утрату. Скончался Фидель Кастро, символ и знамя антиимпериалистической борьбы, но его мужественное дело продолжают соротники и единомышленники. Предлагаю почтить память легендарного команданта минутой молчания. Таким образом, международная ситуация определяется столкновением двух тенденций – наступлением сил капитала и нарастанием сопротивления его гегемонии. Противостояние силам империализма идет по нескольким направлениям. Во-первых, целый ряд государств отвергает путь, который навязывают идеологи либерализма. Китайские коммунисты уверенно идут к достижению двух главных целей – построить к 100-летию партии в 21-м году общество среднего достатка и к 100-летию КНР в 49-м создать могучее, богатое, демократическое, цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое государство. Какая великолепная цель и какие энергичные темпы ее достижения. На международной арене Пекин выступает за мир и экономическую интеграцию, предлагает исключительно перспективный проект «Один пояс, один путь». Уверенно развивается Вьетнам, Куба, Лаоцк, НДР – важный пример показывает наша братская Белоруссия. Во-вторых, борются за свои права миллионы трудящихся. Во Франции в прошлом году реформа трудового законодательства вовлезла протест сотни тысяч граждан. Против наступления капитала активно борются жители Бразилии, Аргентины и других стран. Нужно признать, в условиях кризиса капитализма растет влияние как левых, так и правых партий. В Европе набирают популярность идеи евроскептицизма. США – не случайный и успех Берни Сандерса и победа Дональда Трампа. КПРФ является частью международного коммунистического движения. Мы активно развиваем сотрудничество с братскими партиями, объединяем усилия в борьбе за интересы трудящихся, активно участвуем в теоретическом осмыслении современного этапа классовой борьбы и выработке ее форм и методов. За отчетный период по нашей инициативе проведен ряд крупных научно-практических конференций и круглых столов. В мае 2015 года КПРФ провела встречу международных демократических организаций, посвященную 70-летию победы над фашизмом. Не участвовал Всемирной Федерации Профсоюзов, Всемирный Совет Мира, Международная Демократическая Федерация Женщин, Всемирная Федерация Демократической Молодежи, Международная Ассоциация Юристов Демократов, Международная Федерация Антифашистов и Борцов Сопротивления. Наша партия активно участвует в международных встречах коммунистических и рабочих партий. В год юбилея октября мы с вами примем 19-ю такую встречу в городе Ленина на Неве. На нас лежит огромная ответственность достойно провести этот форум. И я с трибуны съезда заявляю, мы с этой задачей справимся действительно достойно. Согласны? Спасибо. КПРФ участвует в международных конференциях и семинарах, взаимодействие с левыми партиями на двухсторонней основе, заключены соглашения о сотрудничестве с Компартией Китая и Вьетнама, подписан договор с трудовой партией Кореи. При участии Калашникова, Тайсаева, Тетекина и других наших товарищей эти договоры эффективно реализуются. Ежегодно делегации молодых активистов КПРФ изучают опыт реформ Китая в сентябре 2015 года в Хабаровске. Мы вместе в Компартии Китая провели огромную встречу, посвященную 70-летию нашей общей победе. Большая работа проводится и в рамках СКП КПСС. Союз объединяет 17 партий. Проведен ее 35-й съезд в Минске. Координация деятельности особо важна, учитывая давление на коммунистов на разных этапах его испытали коммунисты и Грузии, и Молдавии, и Казахстана. При Балтийских государствах Узбекистана и Туркмении Компартия вынуждена работать фактически в условиях подполья. Партии Союза Компартии неоднократно выступали в поддержку наших друзей и братьев-коммунистов на Украине под руководством Симоненко Петра Николаевича. Он у нас участвует в съезде. Давайте заверим, что мы будем отчаянно и дружно сражаться за достоинства наших украинских друзей и товарищей. АПЛОДИСМЕНТЫ Три года назад был создан штаб по оказанию гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой Народной Республик. Их население переживает тяжелейшие испытания. За это время туда нами отправлено более 60 конвоев КПРФ с гуманитарным грузом 8 тысяч тонн лекарств, продовольствия, одежды, стройматериалов. Более трех тысяч детей Донбасса мы приняли в подмосковных комплексе Снегири, помогли им восстановить силы и здоровье. Примем мы в этом году еще две тысячи детей. Еще раз хочу сказать, для нас забота о друзьях и детях превыше всего. Мы выполним свои обязательства перед своими друзьями и товарищами. Товарищи, после 1991 года в нашей стране воцарился регрессивный, паразитический, олигархический, компрадорский капитал. Его основу составляют экспортно-сырьевой и банковский сектора. Это прямо отражает превращение России в сырьевой придаток и рынок сбыта иностранных товаров. Стремясь укрепиться внутри страны, власть усилила патриотическую риторику, пошла на ряд самостоятельных шагов. Состоялось возвращение Крыма в родную гавань. Оказана поддержка законному правительству в Сирии. Однако российская олигархия не имеет ни сил, ни желания порвать с системой глобального капитализма. Поэтому до сих пор непризнанный ДНР и ЛНР явно пробуксовывает разворот на восток, пролазаются нападки на Белоруссию. После погромных сердюковских реформ решены многие вопросы, но далеко не все проблемы безопасности страны и вооруженных сил. Началось сокращение оборонного бюджета, что недопустимо в нынешних условиях. В то же время без мощной промышленности, независимой от иностранного капитала и поставщиков невозможно эффективная защита суверенитета страны. В целом за четверть века либеральных реформ в России сложился периферийный олигархическо-бюрократический капитализм. И как бы его ни пытались приукрасить, пока ничего из этого не получается. Крупной уступкой глобальному капиталу стало вступление России во Всемирную торговую организацию. Против активно выступала только Компартия. За пять лет в составе ВТО наш бюджет потерял из-за снижения пошлин около 800 миллиардов рублей. Косвенные потери превысили 4 триллиона. Крупным собственникам Дарк Анблаж на разграблении России только за два последних года отток капитала превысил 70 миллиардов долларов. Власть спокойно смотрит, как олигархи уводят капиталы в офшоры, в зарубежные банки. Нас при этом призывают к гражданскому миру с теми, кто безостенчиво обворовывает Россию. Зависимость от иностранного капитала начинает угрожать суверенитету страны, удельный вес компании с зарубежным капиталом составляют 75% в сфере связи, 56% в добыче полезных ископаемых, 49% в обрабатывающей промышленности. Это очень похоже на ту пропорцию, которая сложилась перед Первой мировой войной. Российский ВВП сокращается уже более двух лет. Водбюджет теряет триллионы рублей. Развал повсюду, за исключением сырьевого сектора, модернизация и диверсификация экономики, по сути, провалились. Проводимый социально-экономический курс превратил страну в общество массовой бедности. Это в богатейшей стране мира. По официальным данным, за последние три года реальные доходы российских граждан снизились почти на 13%. Число живущих за чертой бедности составляет порядка 20 миллионов. При этом КПРФ утверждает официальный прожиточный минимум, занижен в 2-2,5 раза. Россия, к несчастью, стала страной вопиющего неравенства. 62% его богатств приходится на долю долларовых миллионеров. И 29% на долю миллиардеров. Международная исследовательская организация благосостояния нового мира сделала вывод по степени имущества неравенства. Наша страна заняла, по сути, первое место в мире. Какой позор! Только за последний год совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России выросло на 100 миллиардов долларов на фоне кризиса, когда остальные нищали. Чемпионы по доходам владеют 460 миллиардами долларов. Это вдвое больше годового бюджета страны с населением 150 миллионов человек. Сегодняшние российские реалии точно описаны словами толстого француза из мистерии Буф Маяковского. Обещали и делили поровну. Одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика. Таким образом, главные проблемы российской экономики это ее сырьевая модель, разрушение промышленного потенциала, не считая низкой покупательной способности граждан, порочность денежно-кредитной политики, неэффективность системы госуправления. По сути, кризис у нас рукотворный. Крайне неэффективна и региональная политика власти. Регионов-доноров осталось всего 9. Еще недавно было 23. Долг региональных бюджетов уже превысил 2,5 триллиона рублей. И они продолжают нищать. На них свалили все обязанности и никакой возможности их выполнять. КПР готово менять ситуацию кардинальным образом. Но мы утверждаем, еще раз, кризис в России является рукотворным. Его создает правительство, не имеющее внятной программы развития. Еще спиноза говорил, кто не знает, куда плывет, тому нет попутного ветра. Так что в российском правительстве либо полно плохих штурманов, либо они сознательно загоняют государственный корабль на рифы. Противоречие между интересами страны и интересами российского капитала одно из главных. Только обновленный социализм позволит справиться с социальным неравенством, с экономической разрухой, создать эффективную систему управления. Именно так было в 1917-м. Россию тогда спас красный проект Великого Октября. Большевики восстановили суверенитет страны и защитили ее переваривание в ненасутном желудке мирового капитала, превратили сверхдержаву. Вот пример, которому надо подражать. Разрушение социализма и шоковая терапия 90-х негативно повлияли на социально-классовую структуру российского общества. Ситуация ухудшилась и после 2000-го года. Численность работников промышленности сократилась более чем на 2 миллиона человек. Только за последние несколько лет закрыты гиганты. Завод имени Лихачева в Москве, никелевый завод в Норильске, Волгоградский хинпром и многие другие, доля обрабатывающей промышленности упала до ничтожных 13%. Главные изменения в жизни рабочего класса и крестьянства их пролетаризация. При советской власти рабочий крестьянин были совладельцами средств производства и всего общественного достояния. Теперь почти две трети занятого населения гнут спину на частный капитал. Степень класса и поляризации у нас одна из сильнейших на планете. В таких условиях достичь класса у мира невозможно, сколько бы о нем не говорили. Как писал талантливый грузинский поэт Чевчевадзе, освобождение честного труда вот в чем задача нынешнего века. Недаром бурь народных череда встает во имя братства человека. Действительно, бурь череда грядет, если не сделать необходимые выводы. При этом нет никаких оснований говорить об исчезновении рабочего класса в России. Около 30 миллионов человек это значительно меньше, чем в РСФР, но в Рады больше, чем в России в 2017 году. Положение угнетаемого большинства незавидно. Почти 30% жителей подвержены риску бедности. Наличие работы не спасает человека от материальных лишений. Распределяна бедность трудовой книжкой. Подумайте, даже работающий человек не может прокормить сегодня 2-3 человека, а молодая семья, где двое детей, по сути дела, нищенствует. Безработными, по данным Росстата, являются 4 миллиона человек. Однако, вице-премьер Ольга Голодец признала, что почти 30 миллионов россиян не имеют систематической занятости. С утратой социализма рабочая сила стала товаром, и нынешние хозяева заинтересованы, чтобы этого товара было как можно больше. Резервная армия труда позволяет работодателям, не стесняясь диктовать любые условия. Они их и диктуют. Поэтому наша защита трудового народа должна быть максимально активизирована. Уничтожение диктатуры капитала, коренной интерес рабочего класса и всех трудящихся. Медленно, но неуклонно идет пробуждение классового сознания российских рабочих. Олигархический чиновничий режим ведет дело к накоплению протестов в пролетарской среде. Обострение социально-экономического кризиса будет стимулировать кризис политический. И он неизбежно наступит. Тем более, когда заговорят улицы и заводы. Уважаемые делегаты, гости съезда, для достижения своих целей пролетариату необходим политический авангард коммунистической партии. У коммунистов нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата. В целом, писали Маркс и Энгельс. КПРФ обязаны твердо стоять на позициях защиты интересов рабочего класса. Об этом мы подробно говорили на Октябрьском пленуме ЦК в 2014 году. Приближается пора спросить себя, что сделано, укрепились ли наши позиции в рабочей среде, пролетарской среде. Для рабочих в рядах КПРФ доля рабочих за отчетный период выросло до 14%, но кардинального сдвига, как видите, не произошло. Влияние партии на рабочий класс явно недостаточно. В этом вопросе мы еще в начале пути. Для укрепления влияния партии в рабочем и профсоюзном движении необходимо точно ориентироваться в ситуации, избегать популистских поветрий и в идеологии. Зараженность сознания плевелами идеализма ведет в сторону то мистики, то евразийства, то социального партнерства. В документах ЦК не раз давалась оценка классовой структуры российского общества. Ее всесторонние изучают и исследуют Белов, Косолапов, Ольштынский, целый ряд других наших теоретиков и публицистов. Но скажем прямо, материалы, эти материалы и пленумов внимательно изучали далеко не все. Увы, для иных наших партийных руководителей главная работа не с рабочим классом и крестьянством, а с электоратом. Тут мы обязаны срочно поправить дело. Стабильность и класс свой мир в России по сути дуты. По опросам только 32% поддерживают нынешний политический и экономический курс. Более 70% граждан признают, что в России кризис. 40% заявляют, что за последний год их материальное положение и положение семьи стало хуже. От Советского Союза нас отделяют все больше времени, но популярность левых идей не спасает, а нарастает. По данным Фонда общественного мнения, 59% граждан уверены, что в коммунизме больше положительных сторон, а 43% граждан хотели бы, чтобы российское общество было устроено в соответствии с идеями коммунизма и только 19 против. Подвиг произошел за последнее время огромный. О неиспоримых преимуществах социалистического общества напоминают и величайшие умы человечества. В 1931 году Нобелевский лауреат Бернард Шоу, завершая поездку в СССР, говорил, слушайтесь, я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны, страны отчаяния, но для меня глубокое утешение знать, что мировая цивилизация будет спасена. Здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человечество из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели. Нынешнее государство не может удовлетворить запрос населения на справедливую жизнь. В повестке дня партии активизация вне парламентских методов борьбы. Мы должны более энергично бороться население на улице, организованно, грамотно, профессионально. За последнее время мы поддержали выступления водителей дальнобойщиков против системы Платон, забастовочные движения шахтеров в Ростовской области, протест рабочих автовазов в Тольятти, митинги пенсионеров в Самарской области. В ходе всероссийской акции протеста 8 апреля мы показали, что именно КПРФ и ее союзники последовательно оппонируют либеральные политики, предлагают реальную альтернативу. А оранжевые оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны ко временам, недобрым временам Ельцина и Гайдара. Стерзнем организации массовых акций выступает всероссийский штаб протестного движения, углавляемый Кашиным. За 4 года проведено более 50 всероссийских акций. Партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций, ужесточается законодательство, рогатых и запросов стала масса. Сегодня уже и встречи депутатов с избирателями власть приравняла к массовым акциям. Блокада информации КПРФ один из факторов, который толкает молодежь в объятия оранжевых выжакам. Зажимая нас надо иметь ввиду власть открывает клапан самым разрушительным фашистующим силам. Она не способна на полноценный диалог в этом вопросе. Нам важно активизировать борьбу за свободу политической деятельности на улице. Нужно придать свежее дыхание различным формам протеста. С нами будет считаться только при расширении состава участников большая политика там где миллионы. Темы наших лодонов должны быть гораздо актуальнее и конкретнее. Нужно быть в нерв общественной атмосферы. Только так мы сможем сплотить вокруг себя стойких борцов, которые будут помнить меткие слова Александра Твардовского «Нет героя от рождения, они рождаются в боях. В боях за интересы трудящихся, в боях за достоинства нашей Родины за честь Великого Октября». Коммунисты обязаны не запустить захватом массового протеста прозападными силами. Они формируются, компрадорские олигархи, антисоветчики, русофобы, все под знамена собрались для того, чтобы придушить Россию, так же, как они душат братскую Украину. Мы должны быть очень внимательны, и здесь формулирование четкой классовой позиции ГПРФ в этих условиях жизненно необходима для всего общества. Особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи. Она показала готовность к активным уличным выступлениям, ощущая себя лишними людьми в этом обществе, ребята бросаются в уличный протест, не всегда разбираясь в лозунгах. На Украине буржуазия уже использовала народные возмущения для установления режима криминальной диктатуры, где олигархия вражду между собой набивает вместе с тем карманы за счет простых граждан. Нам нужна мобилизация сторонников КПРФ в борьбе за возвращение страны на социалистический путь. Крайне важно обеспечить развитие связей с профсоюзами. Хороший опыт работы здесь накоплен Новосибирской, Орловской, Мурманской областями, республиками Алтай и Карелия в ряде других регионов. В прошлом году заключено соглашение о сотрудничестве ЦК партии с профсоюзом Российской Академии наук. Российская Академия наук, которая убивает эти нынешние реформы, требует максимальной поддержки. И мы ее окажем. Да, сегодня в профсоюзном движении главенствует соглашательский ФНПР, но необходимо работать даже внутри реакционных профсоюзов, говоря слабыми Ленина, чтобы не оставить рабочие массы под влиянием реакционных вождей агентов буржуазии. Принципиально важно создание широкого фронта левых и патриотических сил. Совместные акции лучший способ единения, особенно в делах защиты от произвола. Правоохранительная система нередко используется для давления на наших товарищей. В ряде регионов это давление усилилось, и особенно это коснулось нашего товарища Владимира Бессонова, целого ряда других. На их защиту направлялись юристы, партии надо удвоить усилий в этой борьбе. Мы официально заявляем власти, что мы не отдадим на расправу Владимира Бессонова все, что против него выдвинули, абсолютно надуманное обвинение. В общем строю с нами находят самые надежные союзники. Всероссийский женский союз надежды России, движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, союз советских офицеров, русский лад, российские ученые социалистической ориентации, ленинские комсомолы, многие другие. Быстрее всех росли ряды организации «Дети войны», которые уже насчитывают несколько миллионов. Мы вправе поблагодарить руководителей этих объединений наших товарищей Ярефьева, Плетневу, Соболева, Бенова, Никитина, Познякова, Никачака и Савченко. Давайте поблагодарим и пожелаем им дальше укреплять связи с Компартией. Товарищи, хочу обратить ваше внимание на то, что стабильность в России не имеет под собой прочного базиса. Между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных существует уже 30-ти кратный разрыв. 10% считается пределом. Углубилось неравенство в доступе к качественной медицине и образованию. Гробится лучшая русско-советская школа. ЕГЭ эту бабу-ягу придумали для того, чтобы готовить послушных дебилов. И никак не хватает воли отказаться, хотя всем понятно, что невозможно в школе подготовить людей по такой системе. Хочу обратить власти внимание, что российское общество пребывает в тревожном ожидании будущего. Либералы из правительства продолжают сжимать на шее народа финансовую удавку. Люди перестают верить, что эта власть выделит созидательный проект. Его предложила наша партия на Орловском экономическом форуме в прошлом году. Сейчас мы его доработали с учетом предложений возможных союзников и наших попутчиков, готовясь к выборным кампаниям и местным, и думским, и президентским. Хочу, чтобы вы еще раз внимательно слушались в нашу программу. Она состоит из десяти пунктов. Первое. Богатство России на службу народу. Пора обуздать олигархов, вернуть государству нефтегазовую отрасль, ключевые банки, электроэнергетику, железные дороги, предприятия ВПК, мощный государственный сектор, защитит экономику от давления иностранного капитала, позволит выполнить социальные программы. Законопроект о национализации готов. Он даст казне дополнительно несколько триллионов рублей ежегодно. Плановый характер развития страны, расширит ее конкурентность и возможности в мире. Уже в течение года можно довести бюджет с 13 триллионов как минимум до 22. Это будет бюджет развития. Второе. Гарантировать экономический суверенитет. КПРФ за выход России из ВТО мы создадим независимую финансовую систему, избавим страну от диктата доллара, восконтроль над банковской системой и валютными операциями, остановит дикий отток капитала, активную поддержку получит малый и средний бизнес, народные и коллективные предприятия. Вы слышали о работе наших народных предприятий. Даже в этих условиях они показывают лучший результат. Третье. Развивать индустрию, науку и технологии. России нужна новая индустриализация с опорой на микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. Сейчас доля обрабатывающей промышленной структуры ВВП всего 14%. Необходимо решить задачу ее удвоения в короткий срок. Это может победить безработицу. Финансирование науки предстоит увеличить в разы. Четвертое. Российскому селу новую жизнь. Продовольственной безопасности России не обеспечено. Половина продовольствия заводится из-за границ. Треть пашни заросла бурьяном. Задача правительства народного доверия возродить крупные сельхозпроизводства и социальную инфраструктуру села. На эти цели должно идти не жалкие, как сегодня, менее полутора процентов, а минимум 10% бюджетных расходов. Мы готовы принять новый земельный лесной и водный кодексы, коренным образом улучшить экологическую ситуацию. Эти качественные документы и программы подготовлены. Пятое. Кредитные ресурсы на возрождение страны. Правительство жалуется на дефицит средств по кредитам, но кредитует экономику США. Мы готовы направить инвестиции на развитие российской экономики, чтобы помочь регионам правительства народного доверия заменят коммерческие кредиты дотациями и субвенциями из федерального бюджета. Шестое. Цены и товары под контроль государств. По уровню жизни Россия откатилась, вдумайтесь, на 90-е место в мире была всегда в первой десятке по всем главным социальным показателям. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Правительство обязано регулировать цены и тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки. В противном случае в большой и холодной стране вы никогда не будете конкурентоспособны. Седьмое. В стране справедливые и эффективные налоги. КПРФ предлагает упразднить НДС, что удешевит отечественную продукцию. Мы готовы отменить систему Платон. Прогрессивный налог на доходы физических лиц, добавит в казну 3-4 триллиона рублей и компенсирует потери. Государственная монополия на производство спиртоводочной продукции даст еще в казну 2-3 триллиона. У России появится реальный бюджет развития, а не деградации. Восьмое. Люди главная ценность державы. КПРФ гарантирует доступность и высокое качество образования и медицины. Незамедлительно будет принят закон о детях войны. Особым вниманием будет окружены молодежь, дети и матери, инвалиды и старики. По 7% от ВВП пойдет на науку, образование и здравоохранение. Государство станет строить социальное жилье и отвечать за состояние бытовой инфраструктуры. Поборы за капремонт мы отменим. Девятое. Сильные держава безопасная жизнь. России нужна крепкая оборона. Она должна сочетаться с информационно-технологической безопасностью и защитой от кибероружия. КПРФ за укрепление Евразийского нашего Союза, ШОС, БРИКС, за интеграцию на пространстве СССР предстоит повысить эффективность государственного управления, усилить контроль над деятельностью чиновников, решительно подавить коррупцию и преступность, а не болтать об этом. Десятое. Страна высокой культуры. Мы защитим народ от антисоветизма, национализма и русофобии, которые гробили советскую державу. Защитим граждан от безнравственности, пошлости и цинизма. Культуры будут управлять, будет управлять талант, а не деньги. Наша власть окружит заботой музеи и театры, дома культуры, филармонии, библиотеки и архивы. Всемирную поддержку получат таланты России, детско-юношеское творчество, физкультура и спорт. Особенно обратить внимание на укрепление семьи и наши традиционные ценности. Надо немедленно прекратить ювенальный беспредел, который уродует семью и превращает ее в казенную контору. Для воплощения в жизнь своей программы КПРФ ведет постоянный диалог с гражданами. Проведенный Всероссийский Совет Трудовых Коллективов, СИЕС работников Агропромышленного Комплекса России, Хорум работников социальной сферы, претворяя жизнь программной идеей и предложения фракции КПРФ Государственной Думы добилась принятия законов о стратегическом планировании, о государственном оборонном заказе, о промышленной политике. Центры внимания КПРФ, народные предприятия. Даже в условиях кризиса они демонстрируют экономическую эффективность и высокие стандарты социальной защиты. Мы еще и еще раз поднимаем на счет достижения наших товарищей, прекрасных руководителей Грудинина, Казанкова, Богачева, Сумарокова. Этот опыт они активно приумножают. Подмосковном совхозе имени Ленина готовятся к ведению строй уникальной школа и детский сад. Мы день назад были и смотрели. Богачев открыл 9 мая всех в великолепном хозяйстве памятник Сталину. Такие предприятия вновь и вновь подтверждают слова Максима Горького о том, что именно в труде и только в труде велик человек. И чем горячее его любовь к труду, тем более величественен он сам, тем продуктивнее и красивее его работа. Созидательная деятельность отмечена работа многих промышленных и сельхоз предприятий. Они действуют в Воронежской и Московской областях в Ставропольском крае. Отдельные слова одобрения стоит сказать в адрес легендарного Кировского завода в городе Неве. Мы спасли это предприятие от бандитов, запустили производство уникального трактора. За три года он завевал 20% мирового рынка в своем классе. Вот пример, как можно работать в современной промышлении. В деле реализации антикризисной программы партии велика роль коммунистов наших полпредов в органах власти. Есть о чем отчитаться губернатору Левченко. В 16-м году производство на предприятиях Иркутской области выросло почти на 6%. В стране отрицательные были показать. есть с чем отчитаться в 6%. По этому показателю область сегодня в десятке лучших. В регионе строится 15 школ. Второй год уникальный урожай получает урожай жерновых получает моя родная Орловская область под руководством Потомского. Здесь введены в строй великолепный спортивный манеж и школа детской хореографии, которой позавидует Большой Театр. Эффективно трудится мэр Новосибирска Локоть, крепок его авторитет среди населения. Новосибирск лидирует по объему Вадимова в строй жилья. Впервые в этом городе построено за год жилья по одному квадратному метру на человека. Это на сегодня рекорд. Давайте поблагодарим наших всех руководителей и пожелаем им новых успехов. Практика показывает меры по выводу из кризиса, которые предлагает партия исключительно эффективны. Важнейшая задача идти к людям, рассказывать об этом. Мы обязаны показать, что результаты работы партии означают, она состоялась как ядро будущей подлинно народной власти. Еще раз подчеркиваю, людей надо учить на созидательном примере. И этих примеров множество. У нас выросла целая плеяда руководителей первой величины. Поэтому мы имеем право заявить, мы в состоянии сформировать правительство народного доверия, которое мирно и демократично поможет выбрать за стороны из тяжелого системного кризиса. Товарищи, приближаются президентские выборы. Они будут проходить в условиях роста общественной недовольности, отчуждения от власти. Правящим кругам придется наращивать административный пресс, они в этом давно поднаторели. Ключевые признаки политического режима в России таковы. Во-первых, монополизация власти в руках президента и узкого круга приближенных лиц. Во-вторых, слияние правящей партии Единая Россия с бюрократическим аппаратом. При этом партия лишь приводной ремень, но не субъект принятия важнейших решений. В-третьих, существование парламентской и непарламентской позиций, но все более ограниченном виде. Имитация демократических институтов и процедур ради легитимизации правящей группировки. В-четвертых, монополизация основных СМИ и установление политической цензуры и самоцензуры. В-пятых, отсутствие действительно независимого правосудия при тотальной коррупции и политическом контроле над судами. В-шестых, либеральный фундаментализм экономики остается краеугольным принципам существования нынешнего режима, хотя в мире от этого отошли практически все государства. Седьмых, режим не связан с идеологическими принципами. Его постулаты меняются на потребу дня. Повторю известную мысль, делать ставку только на выборы наивно. Победу они принесут лишь тогда, когда в обществе вырастут революционные настроения, решительные настроения перемен. Сегодня КПРО должна резко активизировать работу в массах, быть в авангарде протестного движения, активнее использовать участие в выборах для наращивания влияния пропаганды нашей программы идей и привлечения новых сторонников. Сегодня, когда приходишь с нашей программой, говорят, а где вы были в прошлом году? Я с удовольствием всей семьей за это проголосую. Мы не дошли даже до своих избирателей. В декабре вы познакомились с моим обращением «Время властно требует новой политики». Мы договорились внимательнейшим образом обсудить все кандидатуры на выборы в ближайших лет. Эту работу нужно вести дальше. Мы ее проводим и консультируем со всеми влиятельными силами, для которых Россия является главной партией, главным интересом жизни. Мы готовы сложить усилия с теми, кто любит страну и кто понимает, что она без социальной справедливости, дружбы народа, уважения к человеку труда существовать не может. Эту работу ведем дальше на уровне Центрального комитета, ее координирует штаб по выборам во главе с Мельниковым Иваном Ивановичем. КПРХ сохранила статус главной позиционной силы, но неудача в сентябре 2016 года скорее связана с выборами, которые были превращены в спецоперацию против российского общества, но надо иметь в виду, многие наши организации явно не дорабатывали. Выборы, конечно, были несвободными, они были преступным механизмом распределения ранее расписанного результата. Это подтверждают несколько десятков уголовных дел, возбужденных благодаря нашим активистам. Но надо иметь в виду, там, где шла полноценная борьба, там и был результат. Когда мы проводим своих избирателей, приводим на участки, наши кандидаты одержали уверенные победы. Ведь говорили, невозможно стать мэром крупнейшего третьего починства города Новосибирска, но Локоть победил, победил, потому что он провел колоссальную работу с Академией наук, оборонными предприятиями, средствами массовой информации, жителями и так далее. Левченко говорили, нельзя выиграть второй тур. В первом туре партия власти имела 49,6, под 0,4. Левченко оставал чуть ли не на 12%. А когда приехали, перекрыли все каналы воровства и удвоилось число желающих проголосовать, они увидели, что партия борется за результат. У нас семь наших товарищей победили на выборах Государственную Думу по округам Бортком, Казанков Сергей, Куриный, Парфенов, Смолин, Харитонов, Щапов. На выборах Московскую Гвардуму в 2014 году коммунисты выиграли пять одномандатных округов. Говорили, вообще невозможно. Очень яркой стала победа Клочкова над префектом Юго-Восточного округа Зотова. Давайте поблагодарим наших борцов и скажем, мы будем следовать их примеру. В целом средний результат партии на выборах последних лет составляет 15%. Он мог быть гораздо больше. Значительно больше партии имеет в Иркутской, Новосибирской, Орловской областях, Северной Осетии. В Мариэлло-Омской областях наши результаты приближаются к 30%. Здесь мы ведем борьбу за первое место с правящей партией. Следовательно бороться и побеждать можно. В этом году нас ожидают важные выборы в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областях. Нам нужно сосредоточить здесь самые серьезные усилия. Штаб работает, подключиться должны все соседние регионы. Остро стоит проблема активного участия партии в муниципальных выборах. Последние годы на выборах нижнего уровня мы выдвигали лишь около 20% кандидатов. Кстати, второй, каждый побеждал во многих регионах, поэтому надо выдвигать и это решительно исправить. Выдвигать как можно больше, поддерживать просто талантливых людей, которые уважают на местах. В целом предстоит еще многое сделать. На выборах Госдумы мы не смогли мобилизовать до 40% своих твердых избирателей. Нам недоставало боевитости и напористой. Надо сказать честно, мы плохо защищали честный выбор граждан в ряде регионов. Партия не имеет права допускать подобную предь. Низкая явка на выборах это приговор граждан несправедливой избирательной системе. наша партия за демократизацию политической системы и честные выборы. Тактика правящего режима постоянная смене правил игры на политическом поле и фальсификации результатов. Фракция Компартии неоднократно вносила в Госдуму законопроекты по улучшению избирательного законодательства. Правящее большинство отклонило их. Будем и дальше настаивать на прямых и свободных выборах глав регионов, на возможности избирать муниципальных депутатов по партийным спискам, на недопущение к выборам тех губернаторов, которые уходят в отставку для участия в называемых новых выборах. Ушли вроде, сидят на месте и продолжают многих халтурить. Защита прав трудящихся в центре внимания нашей депутатской вертикали нашей партии. В настоящее время мы имеем 42 депутата в Государственной Думе, двух членов Совета Федерации Мархаева и Конникова, законодательных органов власти регионов действует 81 фракция, их общая численность 342 депутата, 9 360 депутатов коммунистов работают в органах местного самоуправления. Несмотря на сокращение численности фракции в Госдуме, она остается настрее парламентской борьбы за интересы простых людей. Мельников занимает пост первого заместителя председателя, активно координирует и международную деятельность, в том числе с нашими братскими странами и партиями. Кашин, Харитонов, Калашников, Плетнев, Гаврилов возглавляют ведущие комитеты, подготовили интересные программы, постоянно координируют Ришульский, Коломейцы, Шурчанов, одни из опытнейших наших депутатов и руководителей. За отчетный период нами внесено в Воздуму более 900 законопроектов. 181 из них вступили в силу. В настоящее время на рассмотрении находятся 212 законопроектов, внесенных фракцией. Депутаты-коммунисты не поддержали ни один последний проект федеральных бюджетов. Даже с учета поправок ведут деградации страны и обнищанию трудового народа. Когда кто-то заявляет за этот курс, курс прежде финансо-экономический. Ни один наш депутат, даже те, кто занят бизнесом, не голосовал за этот бюджет. Ни один. Мы предлагали свою программу. И здесь дисциплина у фракции очень высокая. Олигархи настойчиво перекладывают сегодня тяжесть экономического кризиса на простых тружених, тех, кто нуждается в социальной поддержке государства. Детей, пенсионеров, инвалидов. Фактически благосостояние людей отброшено на 10 лет назад. Зарплату учителя, врача, работника науки, культуры не индексируется уже четвертый год. Только за пятнадцатый год в стране уволено 90 тысяч врачей. Фракции партии голосовало против федерального закона, который перевел всю медицину на страховые принципы. Идет вытеснение бесплатной медицины вопреки дару Конституции. Наша фракция подготовила проект закона об образовании для всех. Блестящий закон. Жирос Иванович готовил Мельников, Плетнева, Смолин, Таланчевы. Уносим опять не хотят голосовать, хотя этот закон дает возможность готовить уникальные кадры во всей системе образования. А безграмотность сегодня просто ошеломляет. При опросах многие молодые люди не могут вспомнить, в каком веке жил Пушкин или кто такой Ленин. Недавно опрос показывали. Вообще потрясающая дебилизация общества. Митрофанушка, над которым все смеялись на школьных уроках, снова вернулся в Россию. КПРФ категорически против повышения пенсионного возраста, против отмены индексации пенсии работающим пионерам. Провластные большинство настойчиво блокируют наш проект закона о детях войны. Но мы в очередной раз внесли его на рассмотрение. Еще раз хочу от имени съезда заявить. Мы все обязаны перед детьми войны. У них Гитлер отнял детство, а сейчас отнимают старость. Средние пенсии 11-12 тысяч. Давайте вместе поднимем всю страну в защите дитя и войны и проведем этот закон. Особую социальную значимость приобретает проблема защиты прав участников далевого строительства. Это подтвердил проведенный нами недавно здесь съезд дольщиков. Нужно внимательно смотреть и влиять на процесс реновации в Москве. В целом почти тысячи объектов брошенных где обманули полмиллиона дольщиков. Мы с вами не просто подняли голос. Клычков вместе с Рашкиным подобрали по всей стране и изучили ситуацию. Я выступал с этой темой на госсовете. Ни один губернатор не возразил. Но нам надо провести программу которую я представил правительство. Она вполне реализуема и в том числе и соответствующие должны быть внесены поправки в закон. Исключительно важна роль депутатов в законодательных органах субъектов федерации. Их количество несколько снизилось, но они настойчиво защищают интересы трудящихся. Число депутатов КПРФ в органах местного самоуправления приблизилось к 10 тысячам. Почти 200 глав местного самоуправления избранные при поддержке партии. Укрепляя депутатский вертикаль, ЦК провел два всероссийских съезда депутатов коммунистов и органов исполнителя власти. Мы получили наказы всех, и эта программа легла в основу деятельности всего депутатского корпуса нашей партии. Из всех парламентских партий, именно КПРФ, пользуются наибольшим доверием народа, что бы они не говорили. Единой России не скрыть лица партии олигархов и чиновников. Справедливая Россия так и не смогла отказаться от роли придатка партии власти. Такую же функцию с другого края только более крикливо выражает ЛДПР, который скоро захлебнется в антисоветизме и русофобии. Что бы они там ни заявляли, это позорная абсолютно на позиции. Чтобы укрепить авторитет, нам нужно настойчиво увлекать граждан в свою работу. Фракция КПРФ в Государственной Думе должна активнее вносить поправки в Трудовой Кодекс. Еще раз подчеркиваю, нам необходимо доказать рабочему классу, всем трудящимся, всему трудовому народу, что мы твердо стоим на защите их интересов. Мы партия трудового народа. Это наше главное предназначение. Уважаемые участники съезда, до столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции осталось меньше полугода. Она отвела страну от края пропасти, открыла путь прогрессу в экономике, социальной сфере, культуре, образовании. Как писал Исаковский, впервые люди силу обрели и разогнули спины трудовые и бывший раб хозяином земли стал в этот день за все века впервые. Какие строки, а? Мы обязаны встретить столетие революции ярко и содержательно. Приближается и продолжается юбилейный призыв в нашу партию. Крупными политическими событиями стали массовые акции в честь праздничных дат и 12 апреля в день космонавтики, 22 апреля в день рождения Ленина, 1 и 9 мая в день солидарности и нашей великой победы, 19 мая в день пионерии, проведена рабочая группа по подготовке 19 международной встречи коммунистических и рабочих партий, восстановлены Ленинские премии как дань признания больших заслуг тех, кто верен трудовому народу. Прошла серия конференций круглых столов, партийные СМИ регулярно публикуют материалы, посвященные советской истории. Важные и нужные фильмы снял наш канал «Красная линия». Хочу, чтобы вы повнимательнее ознакомились с этой продукцией. Блестящий фильм модель Сталина «Жить не по лжи», «Слепые вожди слепых», «Советский человек», «Хозяин земли русской» и многие другие, давайте активнее использовать в работе. Придите в любую молодежную аудиторию, включите на 25 минут, и вы ахнете, вы увидите молодежь, которая великолепно принимает все, что мы говорим сегодня о советской стране, которую просто оболванили и ничего не знает из великой советской эпохи. Лучшим доказательством верности идеям октября остается постоянная борьба за социалистическое переустройство России. Наша практическая работа должна основываться на прочном теоретическом фундаменте на маршистско-ленинской идеологии, на классовом подходе и анализе социальных фактов и явлений. Программная цель КПРФ безусловно социализм. Ее достижение возможно только путем внесения передового сознания в ряды трудящихся. Ленин писал, вопрос стоит только так, буржуазная или социалистическая идеология середины тут нет, всякое умоление социалистической идеологии означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Как показывает история, ревизия коммунистических идей ведет к полной капитуляции перед буржуазией. Не случайно бездарные представители высшего руководства КПСС, отступившиеся от коммунистической идеологии, возглавили затем уничтожение великого советского государства. Некоторые из них прямо перешли в стан антикоммунистов и потом похвалялись. А французский писатель и философ Жан-Поль Садр так категоричен «Каждый антикоммунист сволочь» писал он. Идеологическая борьба идет без передышек. Пытаясь закрепить свои позиции, олигархическая власть культивирует антикоммунизм, антисовиатизм, русофобию. Так выявляются родовые связи либералов-чиновников как с Горбачевым и Ельциным, так и с оранжевой позицией Навальными и прочими. Как черт лада на боязнь социализма все не выступают в роли антинародных сил. Русофобия, антисоветизм, близкие родственники. ЦК ГПРФ убедительно раскрыл это на своем последнем пленуме. Ожесточенная борьба развернута сегодня против нашей истории, против коммунистических идей. Активно готовятся празднования юбилея Солженицына. В центре, в Ельцин центре призывают реабилитировать власовщину. То тут, то там возникают памятные доски Колчаку, Краснову, Монархееву, Белочехам. Нам нужно и дальше уверенно отстаивать правду, защищать историческую справедливость и бороться с фальсификациями. Люди это хорошо воспринимают и начинают понимать, что такое русофобия, антисоветизм, который в одном флаконе взрывает государство и разрушает целые народы. Национализм еще одно зло, требующее противоядия. Мы утверждаем, только социализм упразднит межнациональные конфликты, как страшный сон. У ГПРС есть четкая программа по национальному вопросу. Она подчеркивает ценность многонационального характера нашей страны. Партии животно проводят пушкинские дни, дни русского языка и культуру. По нашей инициативе президент подписал указ в день рождения Пушкина и день русского языка. За 25 лет мы потеряли 200 миллионов владеющих русским языком. 600 тысяч специалистов было подготовлено, которые работали во всех министерствах по планете. 11 президентов хорошо говорили по-русски. Ведь сохранение русского мира это сохранение нашей державности. Все должны это прекрасно понимать. Мы благодарим Северо-Сетинский и Ставропольский комитеты, которые стали инициаторами празднования Дня Пушкина. Сегодня русский лад готовит этот большой праздник, который пройдет в начале июня. Все здания партийной пропаганды важно строить на прочном идейном фундаменте. Тех, кто моложе 40 лет, не изучали основу марсизма и ленинизма ни в школе, ни в ВУЗе. Их сознание нередко засорено всякой шелухой, не имеет никакой системы. Помочь им признана наша система партийной учебы. Для подготовки активистов сразу после 15-го съезда мы создали Центр политической учебы. Он уже провел 21 поток слушателей, прошли подготовку 700 молодых талантливых руководителей, которые являются нашим резервом. Мы поставили задачу подготовить тысячу специалистов. Эта задача будет выполнена. Многие из этих руководителей, избранные региональными руководителями, возглавляют комсомольские организации. Накапливать теоретические богатства, обучать партийный актив, помогает наш журнал политическое просвещение. Работу информационной и пропагандистской вертикали активно, успешно обеспечили наши товарищи Новиков, Комодский, Обухов, Костриков, Ющенко. Пожелаем ее активизировать и дальше идти тем же курсом более энергично и уверенно. Ленин не уставал напоминать о значении партийной печати. Важную роль выполняют сегодня газеты «Правда» и «Советская Россия». В них представлена наша гвардия публицистов Чикин, Емельянов, Кожемяка. Да там целый список. Зачетный период издано свыше 20 информационных бюллетеней «Правды» тиражом от 1 до 7 миллионов. У нас даже был тираж 15 миллионов. Некоторые как реликвию брали газеты «Правды» и «Советская Россия» в руки. Но у нас в ряде отделений подписка поставлена слабо. Нам надо добавить в этом плане. Люди хорошо откликаются. Более 100 изданий выпускают областные, районные и городские отделения. Необходимо наращивать их тиражи и число подписчиков. Стремительно возрастает роль электронных изданий. Доступ в интернет уже имеют более 84 миллионов россиян. Глобальное развитие техники и технологий создает для пользователей все новые и новые возможности. Власть не случайно спешит поставить сеть под контроль. О жизни партии регулярно сообщают наши сайты КПРФ КПРФ.ру По итогам 2016 года он убедительно конкурирует с ресурсами Единой России. Действует Политпрос.ком Свои сайты имеют все региональные отделения партии, но работа с ними оставляет желать лучшего. По объемам и формам подачи материала мы пока серьезно проигрываем либералам. Это положение нужно срочно поправить. Крупным шагом вперед после 15 съезда стало создание телеканала «Красная линия». Наш канал сегодня вещает круглосуточно, доступен для аудитории в 7 миллионов человек. Мы имеем возможность удвоить эту аудиторию. Остро стоит вопрос об усилении присутствия КПРФ в социальных сетях. Наработки у партии есть, но новые тенденции заставляют изменить стратегию нашей деятельности, придать ей дурный наступательный характер и системность. Новико и ее команда представили свои предложения. Думаю, новая ЦК от них быстро отреагирует. Товарищи, мы обязаны укреплять все звенья партии. За 4 года выросло число первичных и местных отделений. Сегодня в рядах партии состоит 162 тысячи человек. За отчетный период в нее вступило более 60 тысяч новых единомышленников. Вопреки домыслам наших противников, более половины российских коммунистов это люди трудоспособного активного возраста. Средний возраст членов партии 55 лет. Таким образом, состав партии отражает сочетание опытных и молодых коммунистов. Вся 70-летие победы и 100-летие Великого Октября партию принято много молодежи. За период между 15 и 17 съездами в возрасте до 30 лет стало больше на 2000 человек. Теперь их насчитывается почти 12 процентов, доля женщин примерно треть. За отчетный период число партийных организаций достигло 14 тысяч. Свою эффективность доказала институт сторонников партии. Кстати, институт сторонников партии играет огромную роль особенно в выборных кампаниях. Наша партия действует в классово разделенном обществе. Это предъявляет высокие требования к идейным и меморально-волевым качествам коммунистам. В Центральном комитете продолжает совершенствовать система подбора и расстановки кадров. Над этим работали кадровая и контрольная комиссия во главе с Романовым, Рашкиным, Афониным, Ивановым. Они провели огромную работу при подготовке вместе с вами нового состава Центрального комитета. Передача опыта политической борьбы и своей мудрости, своих знаний более молодым товарищам осуществляется целой плеядой наших великолепных сотрудников и работников. Это Жарес Алферов, Жарес Иванович давайте еще раз поблагодарим. Он так много делает для утверждения качественного образования и науки. Светлана Савицкая, наша великолепная женщина, единственная в мире дважды герой Советского Союза женщина. Кашиным, Комоедовым, Романовым, Васильевым, Кравцовым, Осадчим, Губарем, Ларионовым, Пономаревым, Соловьевым, Дорохиным, Остальный, Швец, Барановой. У нас много способных людей. Спасибо вам за добросовестный труд. Пожелаем вам и дальше активнее трудиться в рядах нашей партии. В ходе отчета выборов многие наши товарищи призывали к бдительности. Идет неизбежное изменение состава КПРФ. Советские кадры, составляющие основу партии и гордость, постепенно уходят. Приходит молодежь без опыта жизни в СССР. Нередко она смутно представляет себя это победное и удивительное время для буржуазной и мелкобуржуазной психологии, характерны интриганства и карьеризм, и готовность разглашательства с властью. Это требует внимания и при приеме в партию, при кадровой работе вообще и в работе по воспитанию подрастающего поколения и новой смены. В целом предстоит еще многое сделать для совершенствования стиля и методов нашей партийной работы. Все эти задачи необходимо будет решать уже в ближайшее время. Несколько слов о материальной базе. Вслед за столетием социалистической революции мы будем отмечать 25-летие восстановления нашей партии. Архитекторы и прорабы национальной измены понимали, что идеалы социализма будут непременно востребованы народом. Они постарались оставить КПРФ без материальной технической базы, ограничить тем самым ее деятельность в массах. На момент восстановления партии мы с вами были лишены элементарных условий для работы. Все украли. Все. Все, что собирались на взносы, все. Никаких судей, ничего. Орали все о священной собственности, а сами все при кармане. Нам, по сути, пришлось дважды с нуля восстанавливать экономическую базу партии. Первый раз после предательства Горбачева и Ельцина, во второй после попыток приватизации и разрушения партии со стороны так называемого мокрого криминально-уголовного съезда. Сегодня мы не только возродили нашу партию, но и серьезно ее оснастили. 75 региональных организаций имеют свою хорошую базу. Осталось 10 комитетов, которые размещаются в арендуемых помещениях. Считаю, что мы в состоянии решить данную проблему в течение двух лет. Основными источниками пополнения партийного бюджета являются числения от партийных взносов, пожертвования в фонд партии, бюджетные финансирования. Более 80% всех средств направляется региональное отделение. Это позволяет нам работать содержательно и эффективно повсеместно. Если в 2005 году членские взносы на одного коммуниста в месяц в среднем составляли только 14,5 рублей, в 2016 они выросли в 4 раза и составляют 59 рублей. В этой работе есть и передовики отстающие, в большом отчете вы все это видели. В целом сбор партийных взносов, добровольных пожертвований следует значительно улучшить, и мы способны справиться с этой задачей. Среди наших важнейших задач работа с молодежью, удары по системе подготовки кадров, снижение образовательного уровня делают молодежь уязвимой к политической манипуляции. Молодежные советы и парламенты дают лишь иллюзии социального лифта. Среди безработных в России более 50% это граждане возрасте от 18 до 35 лет. В политике с подрастающим поколением партия уделяет естественно особое внимание. Мы помним замечательные слова Белинского юность дается людям только раз в жизни и в юности каждый из них доступнее чем в другом возрасте всему высокому и прекрасному. Растет доля молодых людей в рядах партии. Наши оппоненты уже не могут утверждать что КПРФ это партия пожилых. на руководящих постах у нас все больше людей среднего и молодого возраста. Еще в прошлые отчетные периоды показали себя как активные энергичные состоявшиеся политики Новиков, Афонин, Тайсаев. После 15-го съезда ответственные направления в Центральном комитете были доверены нашим молодым работникам Кулачкову, Корниенко, Кострику, Макарову. Сохраняют советские традиции комсомол, молодежные организации партии, копилки комсомола, защита от закрытия учебных заведений, отмена повышения платы за общежитие и проезд, борьба против сокращения социальных гарантий. Под эгидой комсомола создан независимый студенческий профсоюз, дискурс, очень энергично развивается. Осуществляется акция знамя нашей победы. Почти в 20 тысяч школ прошли уроки. Если вы видели глаза ребят на этих уроках, проводятся уроки мужества, поддерживаются поисковые отряды, начин проект наследия победителей, который будет одним из крупнейших в нашей державе. Энергично развивается спортивный клуб нашей партии. 15 лет назад все смеялись над нами с Мельниковым, что мы на основе МГУ создали команду КПРФ мини-футбол. Написали КПРФ и стали играть. Вначале запрещали КПРФ, потом отказались с нами спорить. ЦСКА есть, а КПРФ почему-нибудь. Но сегодня наша молодежная команда уже завевала тип чемпионов России по мини-футболу среди высших команд высшей лиги. Обыграли и Спартак, и ЦСКА, и Норильский Никель и так далее. Мы четыреклатные обладатели Кубка и пятикратные чемпионы Москвы. Я недавно Собянинов сказал, моя команда спасает честь футболистов Москвы. Но слава Богу, Спартак недавно выиграл. Спорт-клуб проводит массовые мероприятия по плаванию, лыжным гонкам, волейболу. Мы провели соревнования открытый волейбол. Страна участвует в фигурном катании, гимнастике, баскетболу, занимаются этой работой уже десятки, команд сотни, спортсменов тысяч. Это очень важное направление оздоровления и утверждение своих идей и здоровый образ жизни. Для класса и борьбы силы нужна, чтобы бороться. Особенное внимание КПРФ уделяет творческому развитию юного поколения. Мы всемирно поддерживаем нашу жемчужину детский лагерь Артек. Я час доказывал президенту, что надо взять его под крыло федеральное. Я когда увидел Артек, который, какое ее состояние привела украинская власть, я в ужас пришел. Это жемчужина, которой гордилась вся планета. За три года мы освоили там 10 миллиардов, восстановили все лагеря. Там великолепная система, завершаем реконструкцию, в этом году отдохнет 38 тысяч человек. Это подарок всем детям страны, подарок от Компартии. Очень интересный всероссийский конкурс «Земля талантов» детей из малообеспеченных семей. Раньше их губернаторы отмахивались, теперь практически все поддерживают. Ежегодно в Москве на Красной площади пионеры торжественно принимают сотни ребят. Красноголосочные пионеры сегодня это более 250 тысяч детей и подростков. Стоит вопрос об их объединении в Союз пионерских организаций имени Ленина. Этому делу должен послужить второй всероссийский слет пионеров вожатых при участии нашей партии комсомола. Недавно в колонном зале вот здесь Стяжельников Евгений Михайлович мы провели сбор вожатых всех поколений. Все тысячи человек в красных галстуках, какой концерт, как пел Кобзон, как выступали детские, все детские ансамбли отчитались из Донбасса, из Крыма, из Севастополя, из Дворца пионеров в центре Москвы, который мы спасли. Давайте вместе проводить эту работу. 19-го день пионерии мы на Красной площади приняли 5 тысяч пионеров. Весь Кавказ приехал, прекрасно участвовали в этом мероприятии. Перед комсомолом стоит сложная задача серьезного роста рядов и привлечения новых сторонников. В следующем году, столетию создания Ленинского комсомола, уже действует Оргкомитет Комсомол-100. Эта дата не только повод напомнить о свершениях советской власти, о выдающейся роли молодежи в развитии и защите страны, но и побудить новые поколения отстаивать свои права, свое достойное будущее, честь и достоинство нашей державы. В завершение хочу вам напомнить о главном. В год столетия Великого Октября мы все чаще вспоминаем имя Ленина, революционера и государственника, искреннего романтика и выдающегося ученого. Переплавить великую теорию в практику колоссальных свершений ему помогла идея социальной справедливости. Это достигалось строительством мощного независимого советского социалистического государства на новых экономических отношениях. Подлинной революцией можно назвать только ту, что приводит к масштабному классовому переустройству общества. В противном случае можно говорить лишь о ее цветной имитации. Как подчеркивал Сталин, советская власть должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию. Перечитайте работы Ленина очередные задачи советской власти о кооперации, о продовольственном налоге, обнаружить огромный научный массив, на который опиралась ленинская практика. Те, кто управляет страной сегодня, к такому осмыслению, к сожалению, не способны. Ленина пожинает горькие плоды их экономической безграмотности и безответственности перед страной, народом и историей. Осуществляет миф, существует миф о том, что введением новой экономической политики Ленин расписался в необходимости возвращения капиталистическому рынку. Только вот перестройка обернулась демонтажом социализма, разрушением великой державы, а за годы НЭПа советское государство резко укрепилось. За первые пять лет НЭПа объем сельхозпроизводства вырос двое, господа министры из правительства. Промышленного втрое национальный доход рос на 18% в год, а вы за три года его опустили на 8%. Вот что такое экономическая новая политика Ленина. Она стучится во все двери всех предприятий и коллективов нашей страны. Она дает яркий пример антикризисной программы, способной вывести страну из экономического коллапса. И программа КПРФ отталкивается именно от этой экономической политики, перекликается с наказами и пожеланиями великих преобразователей нашей державы. России сегодня необходима финансовая система в интересах страны, а не транснационального капитала. Необходим переход банковской системы под контроль государства. Только тогда она обеспечит эффективное кредитование отечественной промышленности и малого бизнеса. Страна нуждается в замене плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную в освобождении от налогов бедных. Без справедливого распределения национальных богатств советское государство не могло бы преодолеть массу нищету, безграмотность и дать инвестиции в экономике. Не получится у вас и сегодня. Ленин ушел из жизни в 2024 году, но его экономическая политика продолжала работать. Была заложена основа для ошеломляющего прорыва сталинской индустриализации. Один из крупнейших немецких писателей Леон Фейхвангер по сети СССР написал «Слушайте, с каждым днем все лучше и лучше. Сознание того, что государство не отрывает у большинства потребительских благов пользу незначительную меньшинства, а наоборот, действительно помогает самым разумными методами всему обществу. Это сознание, подкрепленное двадцатилетним опытом, вошло в плоти кровь всего населения и породило такое доверие к руководству, какого мне нигде до сих пор не приходилось наблюдать». Вот так он оценил великую советскую власть и ее преобразование. Ленинская экономическая политика это и колоссальные успехи сталинской индустриализации и полная ликвидация безработицы в СССР к 30-му году. Великая победа над фашизмом тоже результат политики Ленина, как и советский прорыв в космос, как и высочайший уровень образования социальных гарантий, о которых теперь можно только мечтать. Недаром один из выдающихся интеллектуалов своего времени, писатель-гуманист Ромен Ролан писал о Ленине, ведь лучше не напишешь. Его воля так глубоко сброздила хаотический океан дряблого человечества, что еще долго след не исчезнет в волнах, а отныне корабль наперекор бурям устремляется на всех парусах вперед к новому миру. Владимир Ленин одержал ту великую социалистическую победу, которая надолго пережила его самого. Ныне уникальный ленинско-сталинский опыт противостоит Ельцинско-Гайдаровскому безумию девяностых. И мы, коммунисты, сделаем все, чтобы силы созидания, силы победителей, силы творцов обязательно победили. Задача номер один помочь народу осознать необходимость социалистического переустройства общества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые товарищи, октябрь 2017 года зажег зарю новой жизни. Грандиозно наше наследие, велика сила ленинских идей, колоссален опыт большевиков в противостоянии капиталу, величайшая заслуга Ленина и ее соратников создания большевистской партии, партии нового типа. Она сделала русское революционное движение передовым отрядом в борьбе с капитализмом и его ведущей силой финансовой олигархии. Большевистская партия это партия социалистической революции, гуманистического созидания и коммунистической перспективы. Большевист сочетает верность принципов и гибкость в тактике, романтику высоких мечтаний и прагматизм действий. Характерные черта большевизма пролетарский интернационализм. При этом общие закономерности борьбы за социализм он умело соединяет с конкретными национально-историческими особенностями. В октябре 1917 года большевики подняли массы и победили. После победы Ленин говорил наша социалистическая республика советом будет стоять прочно как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там драка, война, кровопролитие. Здесь настоящая политика мира и социалистическая республика советов так и было. Советский Союз предъявил человечеству уникальный опыт революционного съездания. Его красное знамя над Рейхстагом стало главным символом великой победы над фашизмом. Российские коммунисты гордятся своей историей. Наш путь берет яркий опыт многих отрядов международного левого движения. Богатство этого опыта наше великое достояние. Наследие советского социализма вдохновляло участников Коминтерна. Она нашла проложение в китайской и кубинской революциях, в борьбе Кореи и Вьетнама с американской военщиной, смелом порыве Эрнестовича Гевары и социализме 21 века Уго-Чавеса. Достижение советской эпохи наша путеводная звезда в бурном водовороте событий. Нам предстоит вести дальше борьбу за социальную справедливость, за мир, за дружбу народов. Партия обязана состояться в качестве авангарда массового рабочего движения, как подчеркал Ленин, массы беспомощны, если они разрознены, они сильны, если сплочены. Россия переживает исключительно сложный период, чтобы защитить трудовой народ, нашей партии предстоит каждый день утверждать себя слаженной работой и убедительными результатами. Юный Карл Маркс, которому в следующем году мы отметим 200 лет, написал в юности удивительные стихи. Не могу я жить в покое, если вся душа в огне, не могу я жить без боя и без бури полусне. Эти простые, но страстные строки должны стать девизом каждого из нас. Вековечная мечта человечества о лучшем будущем дает нам уверенность в победе добра над силами зла, в торжестве ценностей мира и созидания, справедливости и прогресса. Будем верны делу Великого Октября, дорогу осилит идущий смелее к новым вершинам и новым победам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ